Всем привет, с вами канал Weapons Geek, на котором мы сравниваем оружие из киновселенных и компьютерных игр с их реальными образцами. И в этом ролике речь пойдет про пистолет-пулемет Судаева. Мы узнаем, в чем были его особенности конструкции, насколько он был хорош в реальном бою, и почему его многие считали даже круче, чем пистолет-пулемет Шпагина или же ППШ. Стало интересно, тогда обязательно ставьте лайк и смотрите ролик до конца. Ну а если вдруг что-нибудь произойдет с Ютубом, и чтобы мы с вами не потерялись, то переходите по ссылочке в описании на телеграм-канал Weapons Geek. Подпишитесь, там вы узнаете больше информации про меня, про мою жизнь, про карьеру блогера и многое другое. ИЗИДРОП. Ценим каждого посетителя. А если ты тоже хочешь получить себе классные ножи, перчатки и другие скинчики на любимое оружие из КС, то переходи на ИЗИДРОП по ссылочке в описании. И заодно вот тебе от моего канала специальный промокод, который даст тебе плюс 40% к пополнению, когда ты закинешь денежку на баланс. Так что отправляйся скорее по ссылочке в описании. И получай все самое лучшее, не потратив при этом кучу денег. Вместе с сотнями других довольных пользователей на ИЗИДРОПе. А для начала давайте узнаем, как появилось это оружие и почему. В начале Второй мировой войны наиболее слабым местом Красной армии были как раз пистолеты-пулеметы. Первым советским ПП стал известный пистолет-пулемет Дегтярева, или же ППД. ППД тогда обладал массой недостатков и был предельно дорог в производстве. И на помощь в то время пришел ППШ, который и создавался более просто, и стоил дешево. Но к началу боевых действий, принятые на вооружение в декабре 1940-го ППШ, еще только предполагалось запустить в массовое производство. Первые сложные месяцы войны требовали срочных решений в части оружейного производства. И здесь очень кстати оказалось предложение Алексея Ивановича Судаева. Для дополнения ППШ в бою армии требовался еще один пистолет-пулемет, главное требование для которого легкость и компактность. Оно и понятно, ведь ППШ, обладавший весом более 4 килограмм и длинным прикладом, был весьма неудобным в тесных пространствах. Ну и как это обычно бывает, власти объявили конкурс, в котором кстати приняли участие многие именитые советские оружейники, тот же Дегтярев, Шпагин и куча других знаменитых личностей. Но на удивление в конкурсе выиграло изобретение именно Судаева. Да что там говорить, его пистолет-пулемет оказался просто революционным. Его уже можно было спокойно пускать в серийное производство, причем на создание одного ППС уходило в 2 раза меньше металла и в 3 раза меньше времени, чем на производство того же самого ППД. Да и в конце концов он был настолько простой, что из него смог бы стрелять даже ребенок. Тем более, что ППС с 6 магазинами по 35 патронов весил меньше, чем 1 ППД. И в итоге это оружие было принято на вооружение в 1942 году советской армией. И чуть позднее пистолет-пулемет Судаева удалось еще и модернизировать, сделать его короче и легче. После чего это оружие получило наименование ППС-43. И несмотря на то, что во время войны их было произведено около полумиллиона штук, по сравнению с 6 миллионами ППШ, тем не менее наши солдаты отзывались об этом оружии положительно. Ну а теперь давайте посмотрим, как этот пистолет-пулемет работает изнутри. Если вы давно смотрите мои ролики, то вы наверняка удивитесь, насколько простым окажется ППС в сравнении с любым другим оружием, которое я когда-либо показывал. Начнем с того, что режима переключения огня здесь попросту нет, и оружие всегда стреляет в автоматическом режиме. Магазины пистолета-пулемета тоже выглядят максимально просто. Одна большая пружина и толкатель патронов. Кстати, несмотря на то, что смены режима нет, я слышал, что опытные бойцы все же умели вести стрельбу по одному патрону. Теперь же, что касается внутрянки, мы видим один большой затвор, с обратной стороны которого стоит пружина. При выстреле затвор уходит назад, тем самым сжимая пружину. А уже после пружина обратно толкает ударник, и выстрел снова происходит. Даже спусковой крючок выполнен максимально просто, и при нажатии на него вы просто высвобождаете затвор без всяких сложных конструкций, как это бывает в современных вариантах вооружения. И по сути, все выглядит невероятно просто, будто бы такой автомат можно собрать даже у себя в гараже, чего я вам, естественно, не рекомендую делать, чтобы не получить проблем с законом. Но не стоит думать, что у ППС нет недостатков, ведь, как мы знаем, в мире не существует идеальных вещей. Как мы уже поняли, эти ППшки создавались почти в кустарных условиях, ведь многие заводы на тот момент были разрушены, а оружие как-то все равно нужно было производить. И как раз поэтому солдаты жаловались на качество сборки этого оружия. Однако все эти жалобы обычно были касаемы внешнего вида, а вот что касается внутренней части, то все работало как часы. Но оно и понятно, ведь до этого им давали новенькие шлифованные ППШ, а, например, даже новые ППСки время от времени даже с завода поставлялись, уже имея некоторые царапины. Вторым недостатком был большой разброс пуль при длинных очередях. И учитывая, что одиночными патронами стрельбы как таковой не было, то если бы вы зажали полный магазин в стену, то разброс получился такой бы, как будто бы выстрелили в нее из дробовика. Именно поэтому оптимальным количеством выстрелов за раз считалось не более пяти. Так ствол практически не уводило в сторону, а пули летели примерно в нужное место. И на этом с минусами вроде бы все. Еще единственное, что калибр в пистолетах-пулеметах, как правило, был некрупный. А это означало, что для поражения цели с ППС на дистанции в 200 метров требовалось выпускать больше пуль, чем, например, на дистанции в 50 метров. И тут как раз настал идеальный момент, чтобы сравнить по характеристикам знаменитый ППШ с тем самым ППС, чтобы мы наконец поняли, почему же он так понравился солдатам тех лет. И начнем мы, конечно же, с веса. Представим, что вы солдат, и у вас в руках боевое снаряжение, плюс оружие. И если бы вы ходили в руках с ППШ с целым барабаном патронов, то такая штука весит порядка 5,5 килограмм. А вот ППС, например, весил уже значительно меньше, 3,6 килограмма. При этом даже ППШ с укороченным магазином на 35 патронов все равно весил заметно больше, в сравнении с ППС с таким же магазином. Что же касается длины, то у ППШ она составляла порядка 85 сантиметров, в то время как ППС обладал складным прикладом, и из такой же длины мог легко укорачиваться до 64 сантиметров. При этом оба варианта стреляли тогда стандартным калибром 7,62 на 25 миллиметров ТТ, где каждый патрон весил около 10 грамм. И при переходе с ППШ на ППС замена калибра даже не требовалась, поэтому вы могли спокойно брать патроны от ППШ и заряжать ими новенький ППС. Если же говорить про скорострельность, то пистолет-пулемет Шпагина мог выпускать до 1000 выстрелов в минуту, в то время как ППС максимально мог выпустить до 700. Однако это не факт, что является большим минусом, ведь для поражения цели этого достаточно, но зато при этом не так активно расходуется боезапас, что позволяло вести заградительный огонь дольше, чем с ППШ. Да, конечно же, если рассматривать барабанный вариант ППШ, то его боезапас в 71 патрон мог прослужить вам достаточно долго, в сравнении с 35-патронным ППС. Однако не стоит забывать, что барабан – это конструкция достаточно сложная, и на его перезарядку может уйти масса времени, в то время как перезарядить и вставить новый магазин – это максимально просто. Так что и здесь не факт, что ППС проигрывал. Ну а если говорить про эффективную прицельную дальность, то она у обоих экземпляров составляла порядка 200-300 метров. И в итоге, при прочих равных, получается, что ППС был гораздо более удобным в эксплуатации. Поэтому совершенно не удивительно, что он в то время так полюбился советским солдатам. Ну а теперь нам осталось лишь узнать, в каких компьютерных играх мы могли встречаться с ППС, и верно ли там переданы его характеристики. И это оружие точно могли встречать любители игры Heroes and Generals. Там оно называется ППС-43, как и в реальности, только латинскими буквами. Внешний вид тоже вполне соответствует реальному образцу. К тому же в героях и генералах это оружие используется в основном без приклада. В игре пистолет-пулемет имеет скорострельность 550 выстрелов в минуту, что в принципе вполне близко к реальному ППС. Точно так же все сходится в плане и магазина на 35 патронов, в котором обладал реальный образец. Даже отдача оружия практически идентична, а возможно даже и выше, чем у реального ППС. Но это скорее всего сделано в игре для баланса. Вот только с дальностью поражения в игре определенно есть проблемы. Ведь самая дальняя дистанция эффективной стрельбы в игре составляет всего 50 метров. В то время как в реальности особенно умелые стрелки могли даже на 300 метров поразить врага. Ну а в остальном в Heroes and Generals оружие было передано полностью достоверно. Ну а вы напишите в комментариях, в каких еще играх вам попадался данный пистолет-пулемет.